То, чего добивались почти 10 лет, получили за год. Новая УКА в доме по улице Белкина 8Б покрасила подъезд, отремонтировала кровлю, привела в порядок придомовую территорию. Жители рассказывают, до этого их обслуживала другая УКА. Суетились коммунальщики только тогда, когда люди писали официальные жалобы в Тульскую администрацию. На простые заявления провести ремонт подъезда и фасада отвечали лишь обещаниями. Вот вы видите за моей спиной красивые стены, яркие почтовые ящики. До этого было все обшарпанное. Новую управляющую компанию выбирали на общем собрании. Встретились с представителями нескольких организаций. Остановились на УКА Альянс. Она работает с мая 2015 года, обслуживает более 100 домов. Решающим фактором стали положительные отзывы жителей домов, которые уже выбрали эту УКА. У нас есть обратная связь с управляющей компанией. Они нас слышат. Конечно, есть много разногласий. Но в любом случае мы настаиваем на том, что нам нужно сделать. Есть понимание со стороны. Все работы у нас идут согласно утвержденному плану. Узнать о том, насколько добросовестно работает организация, помогает рейтинг УКА. Первый вариант был опубликован три месяца назад по инициативе Алексея Дюмина. 5 сентября рейтинг обновили. Появился новый параметр оценки – качество жилого фонда. Так, по пять баллов получили те компании, которые управляют домами со средним возрастом свыше 50 лет. Если обслуживают новостройки за это, никаких дополнительных баллов не получают. Из рейтинга исключили организации в состоянии банкротства и те, которые прекратили свою работу. Жители смогут оперировать этим рейтингом при выборе своей будущей управляющей компании, либо делать замечания своей действующей управляющей компании и стараться разобраться в том, почему их управляющая компания находится на конкретном месте. Первый рейтинг УКА уже дал положительные результаты. Почти в два раза – до 44 увеличилось количество компаний, которые находятся в зеленой зоне. Это значит, что претензий к работе этих организаций минимум. Количество УКА, работой которых тулики недовольны, стало меньше. Сейчас число тех, кто находится в красной зоне, сократилось с 40 до 23. Андрей Чаркин, Анастасия Авдеева, Андрей Сенчагов, Первый Тульский.